Безвыходных ситуаций не бывает. Бывают ситуации, выхода из которых мы не оставляем сами. Минск чрезвычайный. Здравия желаю! В эфире Минск чрезвычайный, а у микрофона Анастасия Гарбер. Более 2100 пожаров и загораний потушили с начала года столичные спасатели. На пожарах за это время погибли 18 человек. Минск чрезвычайный. На минувшей неделе на партизанском проспекте горели два легковых автомобиля. Один из них Фиат уничтожен огнем полностью. Пламя перебросилось и на машину Киа, которая стояла рядом. Возгорание было оперативно ликвидировано спасателями. Никто не пострадал. Предполагается, что к пожару привело короткое замыкание. Пришлось спасателям в минувшие выходные отушить квартиру на проспекте Рокоссовского, где предположительно в результате короткого замыкания электропроводки портативного зарядного устройства загорелись постельные принадлежности в комнате. А также гараж с легковым автомобилем Ниссан внутри на территории частного домовладения по первому переулку Кольцова. Виновником этого пожара стал хозяин, который нарушил противопожарные требования при проведении огневых работ. Минск чрезвычайный. О том, что в приемное отделение больницы поступил ребенок с ожогами, в МЧС сообщил работник скорой. ЧП произошло во вторник днем по улице Натуралистов. К сидящему на скамейке на детской площадке 11-летнему мальчику подошел его 14-летний знакомый с аэрозольным баллончиком и, направив струю газа на него, поджег ее зажигалкой, в результате чего мальчик получил термический ожог бедра первой и третьей степени. Напомню, что с целью предотвращения подобных случаев, травматизма и гибели несовершеннолетних ЧАЭС в эти дни в республике продолжается акция в Центре внимания детям. Вчера днем спасатели отправились на вызов по улице Калиновского. Внешних признаков горения на четвертом этаже пятиэтажки не было. Выяснилось, что возгорание произошло на кухне. Хозяина квартиры нашли бессознание в коридоре и вынесли на свежий воздух. Пенсионер отравился угарным газом и сейчас в больнице. Причиной происшествия стала незатушенная спичка. Соблюдайте правила безопасности и слушайте нас в следующий четверг. Минск чрезвычайный.